Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето, Бла-бла, Фьюзинг Анна. Добро пожаловать на мой кето-канал. Я здесь в ежедневном формате рассказываю свою практическую сторону кето-питания. Своего двух с половиной годичного с лишним питания, практикуя которое я похудела на 50 килограммов. Сейчас уже больше года, даже, наверное, года полтора уже удерживаю этот достигнутый результат. Чувствую себя прекрасно, собираюсь продолжать таким образом питаться всю оставшуюся жизнь, как говорится, будет на то воля, как говорится, Божья. Так, ну а что сегодня у меня? Сегодня у меня, так сказать, в сегодняшнем моем меню очень опасный продукт, который для кето просто вообще ай-яй-яй. Но об этом в конце видео вы узнаете точно. А также, может быть, приглашаю всех, вернее, на мой одноименный телеграм-канал, в котором я рассказываю более, так сказать, более жизненном варианте, так сказать, о своих проблемах, о кето-питании, а вообще о своей жизни, каких-то своих ситуациях, каких-то своих обстоятельствах и так далее. Поэтому приглашаю вас на этот одноименный канал, жизнь в кето, бла-бла-фьютинг, Анна. А также на мой новый телеграм-канал, ой-яй-яй, мой новый ютуб-канал, где я рассказываю вообще совершенно невероятные истории, которые произошли со мной в реальности, в действительности, так сказать, за прожитую жизнь. Фу-ть-фу-ть-фу, как говорится, впереди, думаю, еще столько же. Вот. А что сегодня у меня? Сегодня у меня огуречно-помидорный салат. Вот. Зелень сегодня вся полностью своя, как говорится, огородная. Сегодня у нас даже был первый урожай. Вот они, вот они, кстати, да, вот они. Первые огурчики выросли на огороде. Ну, к сожалению, я попробовала что-то там, это сильно они... То, которым не попался, был горчинкой такой, но, во всяком случае, сзади он точно был такой. В общем, короче, но все равно домашние огородные огурцы, вот, ни в какое сравнение с магазинными не идут. И я, кстати, сегодня, когда утром покупала вот эти вот огурцы, которые здесь в салате магазинной, вот, я протягиваю руку вот к этим огурцам и думаю, зря. Не надо было, не надо их сегодня брать. Ну, в смысле того, что у меня какое-то вот было явное предчувствие, что надо сегодня сходить на грядку и проверить. И реально, да, вуаля, ну, это уже было после того, я увидела, что там они уже, вот, так сказать, домашние выросли. Ну, а здесь сегодня в салате посчитаны помидоры и заправка сегодня обычнейшее подсолнечное масло, причем даже рафиированное. До масла еще не добралась. Собираюсь сегодня сделать, так сказать, матч-бросок за рыжиковым маслом, если что, расскажу. Так, что сегодня у нас на основное, так сказать, блюдо, на основные жиры и белки? Это, так, 20 или 25 грамм сала копченого. Очень вкусное, кстати, у нас какое-то предприятие делает, блин, а вот не помню какое. Вообще, надо бы вот об этом сале рассказать. Очень вкусное, кстати, копченое сало. О колбаске говорить не стоит, во-первых, там, как говорится, точно явно ничего полезного. Ой, состав вообще лучше не вдаваться. Но вот на самом деле я, честно говоря, вот я колбасная душа. Вот я колбасная душа с детства. Мясо колбасная душа. Ну, сейчас, конечно, сложно говорить, если там вообще мясо, в принципе. Ну, в общем, если дело касается колбасы и даже на кето-питании, я стараюсь подсознательно где-то не задумываться о том, что же там на самом деле. Иначе мне будет сильно грустно. Вот. А основное сегодня белковое блюдо, это печеный в духовочке яси. Здесь вот этот кусок аж 200 грамм. Я просто этого езя, как говорится, порезала вот на такие большие лапти. Он такой приличненький был, езище такой вот. По-моему, 4 куска с одного получилось вот такого размера. Просто положила его на эту самую стеклянную форму. Масло, специи, соль, всё. То есть я смазала его маслицем подсолнечным обычным. Со всех сторон посыпала специями, посолила. И буквально в смысле 20 минут в духовке градусов на 150. Всё. Готовится рыба, как говорится, всегда быстро. Единственное, что вот с язиом, какая вот нюанс. Он очень само по себе мясо, очень он сухой. Это даже не щука. Щука по сравнению с ним просто такая прям жишка. А язь он такой сухой и очень явно-явно высоко белковый. Жиров там не чувствуется практически совсем от слова вообще. И поэтому, в принципе, как бы вот смазать его маслом или чем-то ещё вот прям майонезом, вот чем-то таким, сметану жирную окунуть и таким образом его запечь. Это прям самое оно кето. Ну, сегодня вот получилось так. Честно говоря, я жареного вот этого язя ела вообще вот вчера. Вчера он был на ужин. Я ела его впервые. На десерт сегодня ещё 25 грамм грецких орехов, грамм 15, наверное, семечек. И вот этот самый ужас-ужас. Это я купила. Ну, так получилось, что мне нужно было какой-то презент, короче, как бы там накатить, короче, шоколада. Естественно, выбор был для меня тяжёлый. Покупать совсем кому-то там, ну, как бы малознакомому человеку, какой-то шоколад, который совсем горький, ну, как бы это ещё то ещё испытание, как говорится. Не пошлют для тебя потом ещё, как говорится, вообще далеко и надолго. Навсегда причём. Поэтому я купила вот такой вот шоколад. Это, опять же, та же фирма Озёра. Почему-то я называю её Озера. Ну, в общем, короче, вот 75% шоколада. Шоколада называется он, конечно же, горький для всех нормальных людей. И я его ещё не пробовала. Сама... Я посмотрела здесь, что у нас тут по углеводам. Это, короче... Вот у вас, наверное, всё это перевёрнуто задано вперёд. А, нет, вроде всё правильно. В общем, короче, здесь, по-моему, 28, я сейчас наугад говорю, 28 грамм углеводов на 100 грамм продукта. Это значит, что я посмотрела уже, даже посчитала. Короче, здесь 2,25 грамма сахара на вот такой вот 1 кубик, так сказать, шоколадки. Это грамм 8 приблизительно. Это с учётом того, что горький шоколад, который 97,7, он всего лишь там, да, короче, меньше грамма там этого самого сахара. А здесь, конечно, 2,25, поэтому, конечно же, ну, может быть, вот кубик когда-то может быть и можно такой вот. Ну, опять же, лучше, если вы жёстко и на строгом кето контролируете каждый миллилитр, миллиметр, миллиграмм сахара, то, конечно же, этот шоколад вам не, ну, то есть, не рекомендую. Ну, я вот решила вот 2,5 года это самое просто попробовать. Короче, в смысле того, что я этот презент так, короче, и не отдала. В общем, короче, я его задныкала, короче, не пришлось, придётся мучиться и есть самой. В общем, сейчас попробую, короче, узнаю. Ну, я думаю, что он, получается, в 3 раза слаще, наверное, в 3 раза вкуснее. Ну, в общем, дело такое, короче, с сахаром у нас вообще всё сложно. Я, вон, про огурцы сказала, что они горькие. А мне сказали, тебе сахар зачем? Тебе ж сахар не надо. Тебе нельзя сахар. Вот и всё, и ешь свои горькие огурцы. При том, что я вообще вкус горького, кстати, люблю. Ну, конечно, не до такой степени, как эти огурцы, огурчики. Ну, в общем, посмотрим. Я надеюсь, они не все будут такие. Какие-то из них будут нормальные. Так что, в общем, короче, всем привет. Пока-пока. Вам спасибо. Мне спасибо. Пишем лайки, ставим лайки, пишем вопросы, комментарии, предложения. Заходим в телеграм-канал и на мой новый ютуб-канал. Уже не новый, уже целых 45 подписчиков у меня там. В общем, короче, кето рулит. Магия вечно. Всем привет. Пока-пока. До встречи на моих каналах.